Здравствуйте, уважаемые клиенты и партнеры компании Amarkets или все-таки Amarkets. Напишите в комментариях, как правильно произносить название компании. По традиции для вас сделаю недельный обзор рынков с точки зрения ВСА, Price Action. Постараемся посмотреть на рынок с точки зрения этих двух огромных методов анализа. Начнем мы, наверное, с евро-доллара. Давайте мы с вами посмотрим, как рынок у нас отработал. Если помните, здесь вот эту область я называл ключевая область. Я ее немножко подтянул наверх, чтобы немножко скорректировал. Следующий момент. Давайте посмотрим, что у нас на вышестоящем графике. На вышестоящем графике несколько обзоров назад я говорил, что у нас наверху находится достаточно мощный продавец, который явно не пустит, собственно говоря, цену наверх. Но так оно все и остается. На данный момент мы отбились, собственно говоря, от нижней границы. Идем в сторону верхов, потихонечку отходим от каждой области. И вот эта ключевая область, я коротко напомню, что если рынок ее пробьет непосредственно вниз, закрепится ниже, то это сигнал для продажи. Но ничего подобного не произошло. И поэтому мы рассматривали и другой сценарий, что если рынок ее не пробьет и начнет откатываться наверх, это будет у нас неким сигналом для покупок. Что у нас, собственно говоря, и произошло. Рынок откатив от этой ключевой области и пошел в сторону верхов. Что на данный момент меня смущает. Если мы обратим внимание, рынок пошел наверх, но вот это бычье движение, оно немножко истощилось. Обращаем внимание на появление вот подобной шпильки. Безусловно, данная шпилька, она связана с фундаментальным параметром. Но в СА анализе есть такое понимание, как, ну, некоторые трейдеры называют это выброс лишних пассажиров. Но на деле это называется, ну, то есть по классике это называется захват ликвидности. Я лично называю подобные шпильки экстремальный захват ликвидности, поскольку под захватом ликвидности подразумевается именно некоторое движение. Ну, вот у нас здесь есть захват ликвидности. То есть рынок как бы проваливается в одну область и потом от нее разворачивается. Почему подобное происходит? Ну, потому что внизу у нас есть скопление тех или иных ордеров. Это могут быть и стоп-ордера. Это могут быть и лимитные ордера, которые исполняются. И за счет того, что трейдеры совершают много сделок, у нас здесь есть много ликвидности, которую крупный игрок, собственно говоря, и использует. Также мы видели примерно подобное вот здесь в шпильках. Если помните, я говорил вам, что данную область, если мы ее пробьем, сделаем к ней откат, и вы увидите замедление шпильки, повышенный объем, то это сигнал для покупок. Что у нас здесь и произошло. Но на данный момент нужно понимать, что вот это бычье движение, оно потихонечку-потихонечку истощилось. Как я это понимаю? Если мы обратим внимание на бычьи объемы, бычьи объемы потихонечку-потихонечку снижаются. Но при этом здесь есть еще другой немаловажный параметр. Медвежьи объемы, они также снижаются. И все это показывает на то, что в рынке у нас сейчас может находиться некий баланс. И рынок может перейти в некое флетовое накопление. Что здесь как бы и просится. Нужно иметь в виду, что наверху у нас находится продавец, который будет сдерживать цену. И снизу у нас недостаток и непосредственно ликвидности, который может этого продавца выкупить. Безусловно, мы не знаем, продавца в конечном итоге выкупят или нет. Для нас это такой параметр достаточно неизвестный. Но пока мы имеем некий баланс в рынке, ожидаем все-таки некого флетового движения. Здесь есть важные ключевые уровни. Это 1.11.496 и 1.11.754. Вот в рамках этих двух уровней вы можете торговать в рамках некого флета. Но имейте в виду, что поскольку мы сейчас находимся возле достаточно мощного продавца данного инструмента, который находится выше, я вам напомню. Имейте в виду, что рынок будет свойственно пробивать области данного флетового коридора. Поэтому, если вы будете здесь торговать от флета, имейте в виду, что рынок может выбивать вас по стопам. Поэтому, если вас выбило по стопу, перезайдите просто в позицию. Торговать здесь с помощью отложек, я думаю, можно, но будет очень-очень проблематично. Если мы говорим о покупках, а покупки здесь, конечно же, присутствуют, но они присутствуют гораздо-гораздо выше. Давайте разметим еще какую-нибудь ключевую область, чтобы нам за что-то зацепиться. Но здесь нет, понимаете, вот в этом и проблема. Здесь нет какой-то ключевой области. Ну вот, если только этот уровень. Покупки здесь присутствуют от уровня, давайте через уровень, поскольку вот этот уровень, его вряд ли мы сможем, собственно говоря. Но здесь есть мощный продавец. Говорить о покупках я бы стал, если бы мы пробили уровень 1.12.232 и закрепились выше. Это такой достаточно консервативный вход на покупку. Он будет означать, что людей, которые пришли снизу, их будет потихонечку стопить. То есть, вот такой вот, собственно говоря, сценарий. Говорить о таких агрессивных покупках можно, но агрессивные покупки от уровня 1.11754, если мы пробьем эту область. Но, к сожалению, здесь подобная сделка на покупку, она не выдерживает маломарсики математического ожидания. Нужно понимать, что у нас есть впереди вот этот уровень и вот этот уровень. И здесь, пока вы додумаетесь, пока нажмите кнопку, проанализируйте, в конечном итоге вы пропустите большую часть движения. У вас будет огромное математическое, точнее отрицательное математическое ожидание. То есть, сделка, овчинка выделки не стоит. Поэтому здесь, если мы будем заходить агрессивно, имейте в виду, что нужно заходить пониженным объемом, с более-менее широким стопом. И имейте в виду, что впереди у вас есть два уровня, где вы можете выгрузить свои позиции. Если мы говорим о продажах, продажи здесь присутствуют примерно где-то в диапазоне между уровнем 1.11496 и 1.11202. Это такая область продаж. Здесь нельзя выставить определенную ключевую область, поскольку мы имеем некий сейчас перевес в сторону быков. Как я это понимаю, у нас в рынке все равно доминируют быки, поскольку их объемы гораздо больше. Более того, если мы обратим внимание на характер движения цены, рынок растет там двумя-тремя свечами, но очень-очень туго непосредственно откатывает. Очень-очень туго уходит в некий флетовый коридор. И поэтому у нас пока еще есть перевес в сторону быков, но видно, что их силы уже потихонечку-потихонечку иссякают. Поэтому я и говорю о неком диапазоне продаж. Что имеется в виду? Ну, если рынок у нас, допустим, пробьет данный диапазон, либо здесь будет флетить и показывать вам, что он будет потихонечку-потихонечку идти вниз, либо уйдет резко от точки, появятся здесь очень мощные медвежьи объемы, тогда можете продать, у вас есть ключевая область до уровня 1.10.775, ну вот некий диапазон 1.10.775 и 1.10.648. Это такой диапазон, в случае которого, если вы продали, вы можете держать позицию до данных областей. Но нужно иметь в виду, что поскольку мы будем идти сверху, сверху вниз, то мы, разумеется, пробьем и эту ключевую область и пойдем еще ниже. Переходим к фунту. Фунт, как мы видим, стабилизировался после фундаментальных параметров. Я сверху сделал область, точнее, это область и была, мы четко от нее ударились. И также я эту область сейчас подписал сильный продавец. Как я определил, что здесь у нас есть сильный продавец? Если вы обратите внимание, каждый раз, когда мы сюда подходим, у нас в рынке выстреливает достаточно мощный объем. Причем этот объем не реализуется, и это все происходит на фоне понижающей волатильности. Когда вы видите, что у вас есть всплеск объемов на фоне понижающей волатильности, это всегда показывает на интерес крупной стороны. И здесь мы и присутствуем в том моменте, что у нас наверху достаточно сильный продавец данного инструмента. Но рынок у нас находится в некой флетовой затормозке, флетовой пиле, и на этой неделе вы можете этим точно так же воспользоваться. У вас есть определенный диапазон. Давайте сверху на часовиках уже сделаем определенный диапазон, чтобы можно было как-то его торговать и можно было его как-то использовать. Сделаю его другим цветом. Ну, давайте. Ну, трейдинг как бы творческая профессия, поэтому я думаю, что красный цвет, он как раз нам здесь очень даже неплохо смотрится. У нас есть сверху диапазон 1.30.068 и 1.29.862, а снизу у нас следующий диапазон это 1.28.850 и 1.29. Это вот такой вот некий коридорчик. Здесь, собственно говоря, тактика только одна. Продаем от верхней границы, покупаем от нижней границы и находимся в некой флетовом коридоре. Говорить о серьезных продажах я бы стал при пробое вот этой области. Я ее уже озвучивал. И ожидаем непосредственно подхода к уровню 1.27.997. Вот данная фраза, ключевая область, это с евро у нас. Поэтому на нее особо внимания не обращайте. Говорить о серьезных продажах я бы стал только при пробое уровня 1.30.291. И здесь следующий уровень, которому мы в последующем подойдем, это уровень 1.31.682. Давайте посмотрим также, что у нас происходит на объемах. Если мы обратим внимание, объемы у нас находятся в неком балансе все это время. Ну вот ближайшие, не ближайшие, а прошлые где-то дней 5-4 у нас и бычий объем, и медвежий, они были примерно как бы на одном уровне. И все это свидетельствует о том, что в рынке мы находимся в неком балансе. И это очень хорошо. Как бы у вас есть флетовая область, от которой вы можете торговать. А перейдем к следующему инструменту. Следующий инструмент у нас VTI. Здесь вот просто прекрасно работают мои уровни. В принципе, можете даже бросить мой анализ, вот просто взять эти уровни и их использовать. Но по-прежнему находимся в неком большом флетовом коридоре. Ничего как бы нового здесь я вам сказать не могу. Ну как бы так. Вот находимся в флетовом коридоре, торгуемся в этом флетовом коридоре. И используем эти уровни по максималочке. Итак, верхняя граница, напомню, у нас на уровне 59.67 этого флетового коридора. Нижняя 51.87, середина у нас 55.63. Как раз таки мы сейчас ее пробили. Постараемся дождаться определенного отката к этой области. В цель для того, чтобы от этой области купить в сторону 56.75 и 57.60. В случае, если мы пробьем ее в нижнюю область и закрепимся чуть-чуть ниже, ну то есть сделаем откат к ней с обратной стороны, у нас есть следующая и ближайшая цель. Ну то есть сделаем сделку на продажу до уровня 54.59 и уровня 53.52. Говорить о каких-то долгосрочных покупках либо продажах я бы пока не стал. На данный момент мы видим, что у нас в рынке появилось определенное такое бычье ралли. Но это бычье ралли достаточно такое мягкое, я бы сказал. Здесь очень проблематично говорить о том, что в рынке очень сильно доминируют быки. Я бы, по крайней мере, этого не стал. Безусловно, мы видим, что у нас сейчас возрос объем на покупку данного инструмента, но нам необходимо дождаться, пока в рынке появятся медвежьи объемы. На данный момент у нас вот есть медвежий объем, один-единственный. Это слишком мало для того, чтобы понять, у кого сейчас преимущество. Поэтому, если вы рассматриваете долгосрочные покупки данного инструмента, дождитесь появления нормальных медвежьих свечей. То есть дождитесь появления небольшого отката. И если объем медвежьи будет меньше, можете покупать данный инструмент, поскольку это будет свидетельствовать о том, что в рынке очень много бычьей силы. И мы пойдем дальше непосредственно наверх. Но прошу обратить ваше внимание, что 31 числа мы сделали вот такой вот закос непосредственно в эту область. Это называется тест непосредственно спроса данного инструмента. И нужно понимать, что тут у нас появляется объем. Все это свидетельствует о том, что внизу у нас находится достаточно мощный покупатель данного инструмента. Давайте я тоже это запишу. В рынке прямо сейчас находится достаточно мощный продавец. Дело в том, что вполне вероятно, рынок мог вырасти вот на подобном падении, не падении, прошу прощения, а на неком ралли, для того, чтобы заманить определенных лонгов в эту ситуацию и на их стопах выкупить данного покупателя. Я это называю принцип кувалды. Ну, многие из вас работают руками, либо мужчины очень часто работают руками. И знаете, иногда вот там, допустим, бьешь по трубе, либо пытаешься снести стену, бьешь кувалду, у тебя не получается. Что вы делаете? Вы просто увеличиваете размах. Здесь примерно то же самое. То есть мы видим, как рынок раз подошел к этой области, развернулся от точки, и сейчас происходит некий сбор, можно сказать, определенной ликвидности, чтобы на этой ликвидности выкупить данного покупателя, данного инструмента. По большому счету, все вот эти вот кукловодские игры крупных игроков нас не интересуют. Нам важно дождаться определенного движения. Если вы увидите, что рынок будет пробивать область 55-63 и сделать к ней откат, как, например, вот здесь происходило, либо вот здесь происходило, ждите движения в сторону данного покупателя. Он находится примерно в диапазоне между областью 53-85 и 53-52, то есть в этой области. И мы, скорее всего, его пробьем. Если мы его пробьем, то двинемся к области 51-60, 51-87, прошу прощения. Если мы говорим о покупках, ну, покупки здесь как бы присутствуют, но, опять же, вот у нас впереди есть две области. Ждите отката уже тогда, опять-таки, к области 55-63. Ждите небольшой проторговочки, небольшого флета. Это я здесь флета, например, ожидаю. И покупки здесь очень-очень осторожно. Прошлое обычное движение нам показало, что здесь быки хоть и присутствуют, но они присутствуют такие, да, можно сказать, неуверенные. Нам нужно все-таки дождаться медвежьей силы, посмотреть, что будут делать другая сторона. Пока что в рынке очень много быков. И все это, безусловно, указывает на то, что их будут разводить. И, безусловно, их будут разводить на движении вниз. Биткоин. Я недавно читал определенную статью, и там якобы человек, который пришел с будущего, который принес нам определенную истину. Он говорил, что биткоин к концу, собственно говоря, данного года, 2019-2020 году, будет стоить 100 тысяч. Ну что ж, поживем, увидим. Пока что на данный момент мы имеем некую флетовую область, флетовую затормозку. И коридоры, которые я установил ранее, уровни, которые я установил ранее, вы можете их использовать и торговаться в рамках вот данной флетовой области. В рынке явно накапливается определенная позиция, которая, безусловно, расторгуется, я думаю, что, скорее всего, вниз. Ближайшая ключевая область у нас, ну, если мы рассматриваем выход с этого флета, скорее всего, я ожидаю все-таки движения вниз. Дамы и господа, несмотря на все, сейчас всеобщий хайп, касаемо биткоина, что мы вырастим и так далее, все-таки постарайтесь торговаться в определенном флетовом коридоре между уровнями 9360 и 9000. Постарайтесь торговаться в этом флетовом коридоре, но в случае, если мы пробьем 9000, немножко пофлутим здесь, либо сделаем откат в обратную сторону, то вы можете взять данный инструмент до уровня 8454 и уровня 8288. Скорее всего, ниже мы не пойдем на данном инструменте, поскольку внизу у нас находится достаточно мощный уровень. Это вот такой вот зеленый, зеленым цветом я его выразил. Здесь вот, если говорить о более мощной такой области, это область между уровнем 28288 и область 815. Это такая мощная область, где у нас, возможно, рынок просто-напросто остановит свое движение. Опять же, сделаю для себя пометку, поскольку я постоянно забываю. Если мы говорим о покупках, вы можете, в принципе, купить сейчас с осторожностью в ожидании пробоя данного диапазона наверх. Но я еще раз повторяю, с осторожностью свои активы, свой инструмент необходимо будет скинуть на уровне 10 тысяч. Это достаточно мощная область, которую с одного хода, с одного раза мы не пробьем. Поэтому, если вы хотите порисковать, хотите более-менее агрессивно поторговать, вы можете купить на данный момент данный инструмент, но с большим стопом в районе 9 тысяч, который у вас, скорее всего, выбьет, а потом рынок развернется, все-таки это биткоин. И до уровня примерно где-то до 10 тысяч необходимо дождаться, ждать рынок непосредственно в эту область. Еще раз говорю, сейчас большая вероятность нахождения во флете. Если вы хотите купить, можете купить прямо сейчас, просто по рынку, но с большим стопом до уровня 10 тысяч. Если мы говорим о продажах, продавать можно, если мы пробьем область 9 тысяч и сделаем небольшой откат в обратную сторону, либо флетовую область. Ближайшая область, где вы скинете свою продажу, это между уровнями 82-88 и 81-35. Это такая ключевая область. Иена. Если помните, я нарисовал подобные трендовые каналы, говорил, что я не в восторге от этих трендовых каналов, но здесь он достаточно неплохо отработался, и мы как раз таки остановились на неком падении возле нашего определенного трендового канала. Здесь сверху накопили объемы. На данный момент у нас достаточно мощные быки, но смотрите, какое они встречают сопротивление. Как я это понимаю? Обратите внимание, у нас появление достаточно мощного медвежьего объема. Я до этого говорил быки, прошу прощения, я имел в виду медведи. Ну, так обычно бывает. Когда Артем Звездин говорит про быков, он имеет в виду медведя. Когда говорит про медведя, имеет в виду быков. Тем не менее, здесь мы видим достаточно такую яркую картину. У нас появляется достаточно большая шпилька с небольшим телом свечи на огромном повышенном объеме. И все это свидетельствует о том, что внизу у нас находится достаточно мощный покупатель данного инструмента. Более того, мы видим, как в рынке у нас потихонечку увеличиваются бычьи объемы. Это видно невооруженным глазом. Обратите внимание, как у нас потихонечку-потихонечку бычьи объемы увеличиваются. Даже доходят до экстремальных определенных значений. В то же самое время медвежьи объемы у нас остаются на одном уровне. О чем это говорит? Это говорит о том, что в рынке потихонечку появляется бычий сценарий. Но этот бычий сценарий необходимо иметь в виду, что если вы планируете покупки, ждите пробоя области 108.414 и 108.329. Ждите пробоя данной области, закрепление выше. Это как раз таки будет 50% данного подобного движения. И 50% оно имеет достаточно большой вес. Что я имею в виду? Если вы хотите покупать данный инструмент, вот эта область и подобный сценарий будет идеален для вас. Где скидывать свою позицию? На области 108.871. Тут уже нужно будет делать анализ вновь. Как бы трудно в будущее заглядеть, посмотреть. Но по крайней мере вот такой у нас есть сценарий. Если мы говорим о продажах, продавать на данный момент уже поздно. Вам необходимо дождаться небольшого отката вверх. В область 108.330. Некой затормозки. Эта область, она точно так же, как по евро. Она очень ключевая. От ее движения, то есть от того, как рынок там закрепится, будет у нас непосредственно тот или иной сценарий. Вы можете продать от данной области. Продать в сторону уровня. Давайте я его принесу сюда. 107.980. 107.950. Вот именно где, примерно, в эту область. Продавать ниже я бы не стал, поскольку, на мой взгляд, рынок перейдет в некую флетовую консолидацию между уровнем 108.329, 107.979. То есть в эту область. И в общем и в целом здесь у нас как бы и просится флетовый канал между двумя вот этими областями. Поживо мы видим, что называется. Так или иначе, у вас есть два прогноза. На покупку, на продажу от ключевой области между 108.329. Если мы говорим о покупке, у нас ближайшая ключевая область. Это вот эта. Если мы говорим о продаже, мы имеем в виду вот эту область. 107.979. То есть такая достаточно неоднозначная пара, неоднозначная ситуация на данный момент. Но все-таки я больше склоняюсь к флетовому коридору, флетовому каналу в рамках вот данной области. Что мы будем пилить, находиться вниз, с выносами в одну и в другую сторону, но с не такими небольшими выносами. Все-таки это иена. И тут еще более-менее. Поживем, что называется, увидим. Я на этой неделе постараюсь поторговать вот в этом флете. Постараюсь поторговать в этом флете. Расскажу, что из этого получилось. Поскольку с одной стороны у нас в рынке набирают, так сказать, силу пыки, с другой стороны у нас остаются еще медведи. И вот они будут друг друга выносить. Выносить по стопам, выносить по шпилькам. Ну, посмотрим, что у нас будет. Переходим к следующему. Если хотите прикол, один мой коллега рассказывал про своего партнера. Он тоже трейдер. Этот трейдер взял огромную позицию в доверительном управлении с расчетом продажи от уровня 3000. И вот мы с моим коллегой смотрим, собственно говоря, за этим как за сериалом. То есть до какого величины хватит у него маржи. Поскольку, ну, я думаю, что он все-таки сольется на данном инструменте. Ну, как бы черт не шутит. Может быть, рынок развернется. На данный момент находимся мы в таком достаточно мощном обычном движении. Пробили область 3000. Четко сделали к ней откат пункт в пункт. И продолжили дальше дальнейшее движение наверх. Что здесь делать? Продавать либо покупать? Как вы думаете? Я все-таки сторонник здесь непосредственно покупок. Но покупки здесь просятся через некий откат. Что я имею в виду? Подождите небольшого отката. Куда он должен стучиться? Ну, давайте я выделю область 30.50, 30.49. Вот эту область, да? Ну, вот как-то вот эту область. Между ценами 30.39 и 30.46. Вот эта область. Подождите туда откаты и можете купить данный инструмент. Где его скидывать? Да черт его знает. Находимся на максимальных точках. Если мы говорим о продаже. Продать можно как раз-таки от области, не от области, а от уровня 30.19. Это будет означать, что мы будем дальше двигаться вниз до области 29.61. Ну, то есть такой инструмент. Находимся на максимальных точках. А максимальные точки это всегда такой момент, когда черт его знает, что будет дальше. Но пока мы их пробили, пока у нас в рынке доминируют быки, пока у нас не появилось мощного продавца данного инструмента, можем покупать смело и держать свою позицию. В общем, я был рад вам сделать определенный анализ. Пожалуйста, напишите, какие еще инструменты вам посмотреть. Может быть, вам что-то требуется пояснить, уточнить и так далее. Я читаю все комментарии, которые вы оставляете. Давайте я на некоторые отвечу. Илья Викторов пишет. Привет, Артем. Как всегда, крутой выпуск тревожит мысль о битке. Именно затищит такое. Как известно, чем дольше флэт, тем сильнее дальше импульс. Как бы не проворонить точку входа? Илья, я бы на вашем месте на самом деле не переживал бы по этому поводу. В моей практике по фондовому рынку были такие моменты, когда я проспал точку входа и актив потом выстрелил на 20%. Понимаете? Такое частенько бывает. И знаете, ну это такой как бы минус трейдинга. Мы все равно будущее не видим. Кто бы вам что ни говорил, все эти покупатели, продавцы, там, прайс-экшн и так далее, фундаментальный анализ, все-таки это вероятности. И поэтому, ну как бы так. С этим нужно смириться, что мы все равно не сможем взять всего движения. А Димон Янки пишет. Ну да, по сути у фунта все предпосылки флетятся. Я думаю, поиграет, поиграет. Недельку во флэте и дальше пойдет вверх. Ну вот видите, как у нас получилось. Рынок у нас до сих пор находится во флэте. И он как бы и дальше планирует находиться во флэте. Пока вот живем, находимся во флэте, ну будем торговаться во флэте. Почему нет? Торгуйте на данный момент от флэта. Посмотрите, здесь достаточно большие области. Здесь флэт позволяет зарабатывать. А когда вот флэт находится вот в такой области, то здесь небольшое количество пунктов. Пока вы зайдете, плюс спред, хоть он здесь небольшой, но тем не менее, плюс спред, пока додумаетесь. В конечном итоге эта сделка не выдерживает ни одного математического ожидания. Олег спрашивает. Биткоин резко поднялся почти на 3000 долларов и это чуть больше суток прошло. Как считаете, может ли он так же резко взлететь в ближайшую неделю? Значит, смотрите, есть кое-какой момент. Нужно понимать одну простую штуку. Вот когда вы видите какой-нибудь инструмент, причем не важно с чем он связан. Это может быть фондовый рынок, крипторынок, валютная пара, да что угодно. И вы видите, что у вас рынок резко выстрелил вверх, самое глупое, тупое, что вы можете делать, это его покупать. То есть у меня, ну вот я вам расскажу свой пример, у меня работает алгоритм, который отслеживает бумаги. И эти бумаги, которые отслеживаются, мне алгоритм присылает сигнал, что вот такая-то бумага требует себе какого-то внимания. Я открываю эту бумагу и смотрю, что там произошло, могу ли я там поторговать, смогу ли ее взять и так далее. И часто я вижу вот примерно подобный сценарий, что бумага где-нибудь здесь торговалась, торговалась, потом резко она выстрелила. Я ее не торгую. Почему? Да потому что я знаю, что это есть некий принцип пружины, если хотите. Если вы видите, что рынок у вас резко выстреливает, либо резко падает, это означает, что рано или поздно возрастает вероятность отката. Какой будет откат, одному богу известно. Это означает, что если вы здесь купите, есть правило Мерфис, знаете, закон подлости. Сразу после этого рынок начнет откатывать. А как-то раз я еду со своим программистом, который мне разрабатывал терминал, к сожалению, неудачно, это отдельная история. И он говорит, я посмотрел на биткоин и подумал, что нужно купить. И в этот момент я сделал сделку на продажу. Я спрашиваю, почему? А потому что, говорит, когда я понимаю, что нужно купить, нужно наоборот продавать. Вот об этом и речь. То есть, когда вы думаете, что сейчас нужно купить и рынок резко выстрелил, это означает, что наоборот нужно наоборот продать. В этом и кроется суть трейдинга. Но если у вас так руки чешутся купить, ждите остановки флетового замедления. И тогда вы можете купить полноценно, так сказать, законно. Но, опять же, еще раз говорю, никто не знает, где закончится откат. У нас есть как бы величина 50%, и с большой долей вероятности рынок и откатывает 50%. Но нужно иметь в виду, что откат может быть и глубже, а может быть и раньше. Плюс, к тому же, вы, скорее всего, купите на самой максимальной точке. В итоге, пока рынок начнет откатывать, у вас выберет несколько раз по стопу, у вас будет плохое настроение. Зачем вам это нужно? Подождите отката. На откате предлагаю продавать евробакс. Уже восходящий прогноз в качестве коррекции завершен. Присоединяйтесь в поезд, пока не поздно. Максим Вадимов пишет. От Кати он предлагает покупать евробакс. Ну да, красавчик, красавчик Максим. Когда ты со мной прибыли, собственно говоря, поделишься? О, Тёма, привет. Когда-то в декабре 2017, когда биток был по 200, прочел пост, что на редикте якобы путешественника из будущего. А, ну да, это мы, собственно говоря, обсудили. Спрашивайте в комментариях, что вам объяснить, что вам рассказать. Я думаю, что такой формат будет интересный. Удачи вам, зарабатывайте!